Это реальное время. Финам-ФМ у микрофона Юрия Пронько. Сегодня у нас дебаты по очень важной, как мне представляется, крайне принципиальной теме. Сегодня Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, ответ на акт Магнитского. Данное решение вводит запрет на усыновление российских детей, в частности граждан из США. За документ проголосовали 420 депутатов, 8 были против, в общем-то их имена уже известны, опубликованы в социальных сетях. Принятый закон касается любых стран, нарушающих права россиян, а не только американцев, и вводит запрет на деятельность в России финансируемых из США некоммерческих организаций, занимающихся политикой. А также НКО, чья деятельность представляет угрозу интересам России. Вот такой вот формулировки. Уже известно, что Совет Федерации будет рассматривать данный документ 26 декабря, по крайней мере, со ссылкой на вице-спикера этой палаты, госпожу Орлову, значит, мои коллеги сегодня сообщили. Дело имеет широчайший резонанс. Мне кажется, и мне представляется, что власть не ожидала такой реакции. И сегодня мы пригласили разных людей. Дмитрий Вяткин, депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия». Дмитрий, вечер, добрый. Добрый вечер. Вы голосовали за. Я голосовал за. Вы голосовали за. Борис Немцов, сопредседатель партии РПР, Парнас, член Координационного Совета Российской Оппозиции. Борис, добрый вечер. Добрый вечер. И моя коллега, журналист Ольга Ошибша, которая предметно не один год занималась и занимается этим вопросом. Ольга, добрый вечер. Добрый вечер. Напомню, средства коммуникации для вас, уважаемые слушатели. Многоканальный телефон для звонков 6510996, код Москвы 495. finam.fm, наш портал в интернете для ваших писем с мнениями, вопросами, комментариями. И на портале также идет прямая веб-трансляция. То есть вы можете не только слушать, но и смотреть реальное время на finam.fm. Господа, я вот призываю так, по деловому, в конструктивном русле обсудить эту, как мне представляется, действительно важную тему. У нас времени не так много. 15-е, 30-е, 45-е минуты на finam.fm это еще и краткие выпуски новостей. Дмитрий, давайте мы с вас начнем. Все-таки в таком вот едином порыве 420 депутатов сегодня проголосовали за. Зачем вы все это сделали? Вот можете объяснить нашим слушателям? Конечно. Прежде всего я хотел бы начать с того, что очень много было разговоров по поводу того, что кто-то кого-то там заставлял и так далее. Ну, я могу сказать, наверное, за себя, что я абсолютно искренне голосовал и, в общем, поучаствовал в создании доработки этого законопроекта. Причин несколько, и по каждому блоку, допустим, вопросов, которые касаются данные законопроекта, есть достаточно, с моей точки зрения, веская причина для того, чтобы это сделать. Я сам вносил поправки, которые касаются ограничения деятельности некоммерческих организаций, которые занимаются политической деятельностью и которые финансируются гражданами либо организациями Соединенных Штатов в Америке. И сделал это по той причине, что у нас в соответствии с Конституцией Российской Федерации единственным носителем суверенитета и источником власти является многонациональный народ Российской Федерации. Следовательно, те политические процессы, которые протекают в нашей стране, должны проистекать по воле наших граждан в первую очередь и за счет тех источников, которые находятся внутри нашей страны. В том случае, если в любом государстве, в том числе в Российской Федерации, политические процессы тем или иным образом, финансово в том числе, будут зависеть от воли иностранных граждан и организаций, в данном случае граждан или организаций Соединенных Штатов Америки, то это прямая угроза национальному суверенитету, что является нарушением важнейшего конституционного принципа, важнейшего конституционного положения. Именно это является причиной для того, чтобы ограничить деятельность некоммерческих организаций, которые занимаются так или иначе политической деятельностью. Невозможно было написать, какой именно конкретно политической деятельностью, участие в выборах, наблюдение за выборами, формирование неких структур, в том числе и гражданского общества, которые могут воздействовать на политическую ситуацию. Это все часть политики, внутренней политики. Как возникли дети, дети, сироты? Вот я хочу об этом поговорить, Дмитрий, потому что я понимаю, там закон он разноплановый, но тем не менее. Я могу сказать, что на самом деле, если мы вспомним весну 2010 года, это не так давно было, буквально там чуть больше, чем два с половиной года назад, Министерство иностранных дел после череды трагических случаев с детьми, усыновленными из России американскими гражданами, объявило мораторий на усыновление. Этот мораторий держался достаточно долго, до ратификации, вступления в силу соглашения, которое регулировало отдельные вопросы усыновления. Почти полтора года никого не усыновляли. И надо сказать, что тогда и общество, и пресса, благосфера, как угодно, то есть интернет, восприняли тогда мораторий, как само собой разумеющийся, и не было вот этой волны критики, которая возникла сейчас. Тогда, как я себя понимаю, вот эта цепочка непосредственно предшествует, цепочка трагических событий, случаев с детьми предшествовавших объявлений этого моратория, как бы общество подготовило, и все согласились, сказали, да, действительно, это все, это нормальная мера, действительно, мы должны так сделать. И никто никого не ругал, и уж, упаси бог, не обзывал всякими, так сказать, нехорошими словами. Понятно, ну а дальше вот вы приняли сегодня окончательное решение о запрете. В 2011 году, когда было ратифицировано соглашение, соглашение подвергалось уже достаточно серьезной критике, в том числе и со стороны наших коллег по Государственной Думе, и не только из других фракций, в том числе и была дискуссия внутри Единой России, оно не решало всех проблем. Самая главная проблема, которая не решалась этим соглашением, это доступ к информации о детях, которые были усыновлены. Выявилась в процессе исполнения данного соглашения одна очень важная деталь. Дело в том, что законодательство, которое регулирует вопросы опеки, усыновления семей, ну вот тех вопросов, которые были связаны с переездом усыновленных детей из Российской Федерации, и нахождения их на территории Соединенных Штатов, это законодательство штатов, то есть региональное, грубо говоря, законодательство. И когда через Госдеп стали делать попытки, ну, наше, в том числе и внешнеполитическое ведомство, а что там с детьми? Они говорили, вы знаете, это не наша компетенция, вообще этим занимаются штаты. Были сделаны, насколько я понимаю, делались попытки через непосредственно госорганы на уровне штатов конкретных, получить информацию о детях, там отсылали обратно в Госдеп, и говорили, вы знаете, вообще вы соглашение заключали не со штатом, вот, как с некой государственной, как с некой публичной, так сказать, правовой организации. Дмитрий, я понимаю, детали очень важны, вы мне скажите, дети стали разменной монетой в политической игре? И вот в процессе, теперь сейчас я поговорю, сейчас скажу по поводу... Ну, смотрите, уже 11-я минута, да, вот вы говорите, я еще до суть не могу дойти. В причинах. Значит, в то же время для всех было очевидно, что усыновление детей, в том числе в Соединенные Штаты, это колоссальный, хорошо отлаженный бизнес, которым занимаются и граждане самих Соединенных Штатов и организации, которые действуют по их поручению, и граждане Российской Федерации, причем деньги там не только белые, но и, простите, черные, вот, ну, по разным оценкам, от нескольких сотен миллионов до нескольких миллиардов долларов составляет вот этот вот рынок усыновления детей. Если хотите, это продажа детей в Соединенные Штаты. Я выражаюсь достаточно грубо, но по сути это и означает... Буквально сегодня я разговаривал с коллегами, которые занимаются, в том числе, ну, курируют детские учреждения у нас в России, в регионах, вот, они рассказывали истории, когда, допустим, российские наши граждане пытались подать документы на усыновление того или иного ребенка, не инвалид, здорового, вот, и просто вязли вот в этой бюрократической волоките, а потом они узнавали, что, оказывается, ребенок уже был обещан американцам, за него заплачены деньги. Я правильно понимаю, что дети не стали разменной монетой в большой политической игре? Потому что, я напомню, вот ваш акт, это ответ на Магнитского. Мы собрали достаточно много претензий, которых накопилось в самых различных сферах взаимоотношений с Соединенными Штатами и... Неразменная монета. Дети в данном случае неразменная монета. Нет. Все, это Дмитрий Вяткин, депутат Госдумы. В данном случае основанием для принятия таких мер были вот именно вот эти неурегулированные взаимоотношения по поводу усыновления, отсутствие информации, отсутствие доступа к детям. Я напомню, что 7 дней и недель тому назад было подписано соглашение, которое регламентирует эти отношения между Москвой и Вашингтоном. Ну, тем не менее, того же самого Астахова не пустили в известный этот, как он, кемпинг или что это, резервация, в которой содержались дети, от которых отказались американские родители. Это Дмитрий Вяткин. Я все-таки вот уделил сегодня депутату Госдумы от Единой России самый такой большой промежуток времени, в первой четверти, которая фактически заканчивается. Наверное, это было правильно, конечно. Я думаю, да, это правильно, потому что вы проголосовали за. Пусть он говорит дальше. Нет, нет, Борис, так не пойдет. Мы сейчас будем уходить на краткий выпуск новостей. Единственное, что напомню, вы можете звонить, вы можете писать, а затем после новостей Борис Немцов и Ольга Шипша. Их взгляд на произошедшее. Так что ни в коем случае не уходите никуда. Мы услышали фактическое обоснование произошедшего, а дальше будут отличные мнения. 19 часов 17 минут. Реальное время Финам-ФМ. Здесь Дмитрий Вяткин, Борис Немцов и Ольга Шипша. Говорим о самой резонансной теме этой недели. И сейчас я хочу услышать, Борис Ефимович, вот ваше мнение, вашу позицию на произошедшее. Сегодня окончательно Госдума утвердила этот закон в третьем чтении. Он уходит в Совет Федерации. Что это означает, на ваш взгляд? Я считаю, что сегодня депутаты совершили политическое преступление. Я считаю, что все депутаты, которые проголосовали, их 420 человек, они умрут с этим преступлением. Кто-то может ответить, кто-то нет, не знаю. Мы постараемся сделать так, чтобы ответили, конечно. Дело в том, что цинично и подло, они, прикрываясь детьми, хотят отомстить за убийц Магнитского. В Думе этот закон называется антимагнитский. Был принят закон, согласно которому в Соединенных Штатах будет запрещен въезд тем, кто причастен к пыткам, убийствам Магнитского, а также тем, кто украл из бюджета 5 миллиардов 400 миллионов рублей по преступлению, которое Магнитский пытался раскрыть. Значит, было бы естественно, если бы, например, Государственная Дума попыталась ввести симметричные меры. Но Государственная Дума, движимая подлостью и аморальностью, решила отомстить детям-сиротам. Дальше. Распространяется наглая ложь, и в том числе и сегодня, о том, что это бизнес на детях, что американские семьи над детьми издеваются. Есть статистика убийственная для режима Путина. Она убийственная. Статистика следующая. За 20 лет усыновления в Соединенных Штатах было усыновлено по разным оценкам от 60 до 80 тысяч человек. Погибло в результате несчастных случаев и издевательств 20 человек. За это же время... Это безусловно трагедия. Это каждый случай. Это огромная трагедия. Получается так, что погибает примерно один ребенок на 2000 усыновленных в Соединенных Штатах. А Россия усыновлено за это же время... Больше на 3000. На 3000. Да, на 3000. Усыновленных в России было около 180 тысяч за это же время. Погибло 1220 человек. То есть погибло в 60 раз больше людей. Детей. Таким образом получается, что усыновленные в Соединенных Штатах гораздо больше находятся в безопасности и больше заботе, чем усыновленные в российских семьях. Поэтому это просто наглая ложь. Второе. Закон называется имени погибшего Дима Яковлева. Дима Яковлев, напомню, погиб в 2008 году. Ни один из депутатов даже не пикнул, когда он погиб. Но когда приняли санкции против убийц и воров, которые составляют основу действующего режима, тогда решили отомстить и назвать законом Дима Яковлева. А после того, как Дима погиб, долго разрабатывали закон, о котором депутат Вяткин только что говорил. И, наконец, этот закон подписали. Подписали, кстати, совсем недавно. То есть убийство и гибель Димы Яковлева не подействовало на власть тогда, когда оно произошло. Наоборот, закон был подписан. Теперь дальше. Что означает отмена этого соглашения? Это еще одно преступление, которое совершили депутаты. Они лишают гражданства наших детей, которые усыновлены. Дело в том, что в соглашении, которое подписано, те дети, которые усыновлены в Америке, они сохраняют российское гражданство. Сейчас, поскольку соглашение будет разорвано, естественно, этого не будет. Их российское гражданство будет аннулировано. Да, да. То есть 50 тысяч детей останутся без российского гражданства. Вот это преступление еще одно совершили. То есть мы лишились большого количества вполне успешных, я надеюсь, в будущем граждан. Это второе. Третье. Есть всего две организации, которые прикрываются детьми. Две. Одна из них террористическая организация Хамас. Они, когда израильтяне с ними воюют, они вперед детей выставляют, чтобы прекратилась стрельба. Сейчас появилась еще одна организация. Она называется Единая Россия. Ну, эти фракции, которые Борис проголосовали. Там не только Единая Россия. Они когда... Да. А остальные это то же самое. Это шестерки, которые обслуживают режим и все. И что им скажут, то они и делают. И Миронов, и Жириновский, и Зюганов. Это все одна партия этих самых воров и подлецов. Вот, собственно, и вся оценка. Все нормальные люди, особенно у кого есть дети, я как многодетный отец вам говорю, они не могут скрывать своих эмоций, потому что они сделали эти самые депутаты. Я понимаю, что они все бегают, что они все зависят от Путина. Я вчера слышал Путина. Я понимаю, с каким сладострастием он рад, что этот закон будет подписан. Он 100% его подпишет. Мы уже знаем его действия. Мы знаем, как стреляли по Бесланской школе, как погибли там дети. Это все из одного порядка вещи. Мы знаем, как использовался смертоносный газ в Норд-Осте, и погибли 130 человек в Норд-Осте. И это все из одной серии мероприятий. Теперь, что надо было им сделать, этим самым депутатам? Им надо было принять честный закон. Им надо было сказать, те родители, которые повинны в издевательствах над нашими детьми, въезд в Россию иметь не будут. Если у них есть счета, они будут арестованы. Вот конкретные родители, которые издевались. Я не знаю, Харрисон этот, который усыновил Диму Яковлеву, кто-то еще. Вот это можно было сделать. Дальше. Они могли принять меры в отношении чиновников. Пожалуйста, принимайте. Так нет, мало издеваться над детьми, понимаете? Дальше. У нас детей-сирот, социальных сирот. То есть, это детей, у которых есть родители, но которые лишены прав родительских. Их у нас столько же, сколько после войны сирот, понимаете? Больше. Даже больше. Их около 700 тысяч человек. Около 700 тысяч человек. Бюджет, послушайте, бюджет в это время вырос в стране, посмотрите, с 90-ми годами. Да? Вырос больше, чем в 10 раз. Ни черта они не сделали для того, чтобы эти дети-сироты нормально жили. Ничего не сделали. Более того, они сейчас за бюджет преступные в очередной раз голосуют. Этот бюджет знаете о чем? О сокращении радикальным расходов на образование и здравоохранение. Ровно из этих бюджетов финансируются в том числе и дети-сирот. Они сокращают. Зачем? Потому что они увеличат расходы на бюрократию, они увеличат расходы на спецслужбы, они увеличивают расходы на милитаризацию России. Вот их главные приоритеты. На самом деле, это вопрос не политический. Это вопрос о добре и зле. Понимаете? Вот просто в чистом виде это вопрос о добре и зле. Мы видим, что управляют аморальные люди, подлецы, люди, которым жизнь и судьба человека ничего для них не значит. А значит только личные карманы, личная власть и стремление у этой власти остаться навсегда. Теперь что мы будем делать? И последнее заканчиваю. Значит, мы понимаем, что эти депутаты, они чувствуют свою безнаказанность и, в общем, особо ничего не боятся. Но что я обещаю здесь в эфире? Значит, есть формальные, я подчеркиваю, есть формальные авторы этой людоедской, живодерской поправки. Значит, как это не прискорбно, это две женщины. Одна из них носит фамилию Лахова, Екатерина, а вторая носит фамилию Афанасьева. Вот кроме того, идентичная тоже живодерская поправка была внесена депутатом от Единой России по фамилии Федоров. Он у вас здесь был в эфире, по-моему, со мной. Вот, значит, в отношении этих граждан, которые грубейшим образом нарушили Конституцию Российской Федерации, Европейскую Конвенцию по правам человека, статьи, связанные с жизнью и здоровьем детей, да, в отношении этих граждан мы будем делать все, чтобы они попали в список Магнитского, вот эти трое для начала, вот, и сделаем все, чтобы закрыть им въезд в страны Шенгенского соглашения. Значит, сейчас вот быстро проштампует этот закон сайт Федерации, тут, я думаю, у вас сомнений нет. Быстренько Путин под Новый год сделает подарок детям-сиротам, подпишет этот закон. Значит, я могу сказать, мы уже начали заниматься этим вопросом, мы будем заниматься этим серьезно, долго, и мы своего добьемся. Это Борис Немцов. Ольга, ваш взгляд? Ольга Шипша. Ну, я не про политику, я про детей. У нас действительно по разным оценкам от 700 до 800 тысяч сирот в стране, 80% из них социальные сироты, то есть это при живых родителях, либо родственниках, которые могли бы их опекать. Вот, и мы являемся, наряду с Украиной, о чем говорила и Даренко, и многие другие, мы являемся крупнейшим поставщиком белокожих сирот на международный рынок. И мне кажется, что здесь наша Государственная Дума и вообще наша Верховная Власть пошла, что называется, не с того конца. Понятия перевернуты. Здесь в России не усыновляются эти дети не потому, что их разбирают американцы. Совсем не потому. Они не усыновляются здесь потому, что у людей нет денег, потому что пособия на усыновление, они минимальны, что-то... Ну, вот я знаю, что по Москве это, по-моему, порядка 15-18 тысяч в месяц, то есть можно ни в чем себе не отказывать. Потом у нас очень абсолютно безграмотность населения, то есть существуют мифы, которым взять ребенка в семью, это почему-то считается, что генетически он обязательно будет наркоманом или алкоголиком, как его родители, хотя это не так. То есть люди вообще не знают, что такое сироты, они их не видели 70 лет в существовании Советского Союза, тем более они не знают, что такое сироты-инвалиды. Отмечу, что если рождается у женщины ребенок-инвалид, даже если она вполне себе социально нормальная, первое, что делают врачи в роддоме, предлагают отказаться от этого ребенка. Такова российская практика. Да, это российская практика, она существует только в России, из цивилизованных стран. Зачем? А как вы его будете воспитывать, мотивируют они это? У нас нет реабилитации, он не будет учиться в школе, у нас нет инклюзивного образования, у нас нет тупо пандусов даже в Москве, чтобы возить коляску с ДЦПшным ребенком. Я извините, но если бы у меня такая несчастье случилось, я бы никогда в жизни так не поступил. Понятно, что многие не отдают, но этим матерям, которые оставляют детей в семье, им реально тяжело, потому что отношения нашего общества от них шарахаются, как от прокаженных. То есть если в Америке, в чем плюс иностранного усыновления, американского или европейского, неважно, в том, что там общество по-другому относится к инвалидам, там у всех равные возможности. У нас у этих людей будущее туманно, его практически нет. А те дети, которые попадают в учреждения, инвалиды, их жизнь, хорошо, если они доживут до 18. По статистике из них доживает, по-моему, что-то процентов 30-40. Потому что им нужен определенный уход, им нужна забота, этого не делается, особенно в провинциальных домах-интернатах было очень много скандалов, в том числе и в прессе, Астрахань, там все вспоминали, когда дети в состоянии дистрофии на грязных простынях, их приковывают к батареям, их привязывают, ими никто не занимается, с ним никто не разговаривает. Соответственно, они не как-то не занимаются. — Иностранное усыновление — это шанс. — Иностранное усыновление — это шанс. И у нас бы не было иностранного усыновления, если бы у нас была нормальная система усыновления здесь. Вот опять же, мой коллега Колесниченко из АИФа, который задавал вопрос Путина на пресс-конференции, он сам усыновитель, и он говорил, что когда они усыновляли ребенка в суде, такого унижения он никогда не испытывал. То есть для наших структур, для нашей опеки, самой непрофессиональной организации в этой стране, потому что там непрофессионалы работают, мы являемся, усыновители являются угрозой и обузой. — Вот это решение, которое сегодня прошло, третье чтение, на ваш взгляд, что будет означать? — Это решение означает то, что вот эти 800 тысяч сирот, их лишили права на надежду. А сирот-инвалидов, которых очень часто берут иностранные усыновители, и у которых есть будущее там, их лишили права на жизнь. — На ваш журналистский взгляд, почему так депутаты поступили? — Ой, ну это вопрос не журналистский, а вопрос действительно, как сказал Борис Евхимович, добрее и зле. Я думаю, что это ответ на закон Магнитского, то есть на самом деле такая очень смешная ситуация. За 60... — Детьми прикрылись. — За 60 чиновников и силовиков ответили 800 тысяч детей. — Вернемся после новостей. — 19.31. Обсуждаем главную тему сегодняшнего дня — решение Госдумы, так называемый закон Димы Яковлева, который вводит запрет на усыновление российских детей иностранными гражданами. — Ольга, если я вас правильно понял перед новостями, за 60 чиновников ответили 800 тысяч сирот. Я правильно понял? — Получается, что так. У меня в этой связи вопрос к Единой России. Вообще, в принципе, что вы... Вот вы приняли этот закон сейчас, да, в третьем чтении. — Вопрос к Дмитрию Вяткину. — Да, к Дмитрию Вяткину, как присутствующему. Он... Путин наверняка это подпишет. Что вы прямо сейчас намерены делать для профилактики социального сиротства, чтобы родители не бросали своих детей, их не изымали, для улучшения существования инвалидов в этой стране, чтобы обычные семьи могли взять инвалида и понимали, что они на свою зарплату в своей квартире со своими возможностями смогут ему предоставить шанс на нормальную жизнь, на равные возможности. Что вы намерены делать просто для того, чтобы люди усыновляли детей? Где вы будете готовить специалистов, которые будут сопровождать семьи, которые взяли детей, работать с ними предварительно, отсеивая, так сказать, тех, кто хочет получить просто пособие, и потом сопровождаясь в течение двух-трех лет, это реабилитационный период для ребенка в семье. Вот что вы намерены... Это такая грядка вопросов внутри России. Нет, они уже ответили на эти вопросы, они сокращают расходы на все на это. Но у них зато... Нет, они на все на это сокращают расходы, причем на сотни миллиардов. Хорошие. Нет, Дмитрий. Дмитрий Вяткин. Я очень неважно, заметьте, слушал и не перебил. Значит, прежде чем ответить на вопросы, которые мне были заданы, я хотел бы ряд все-таки тезисов привести по поводу сравнения погибшего ребенка и не менее трагически погибшего Сергея Магницкого. Магницкий тоже погиб, простите, не в этом году, и о законе Магницкого заговорили больше полутора лет назад в США, и, так сказать, он дозревал тоже даже не за год. Это первое. Второе. В американском списке Магницкого, во всяком случае в открытой его части, так существует еще и закрытая часть, есть лица, которые вообще не имеют никакого отношения к делу Магницкого. Они туда включены, так сказать, произвольно, объявлены, по сути дела, преступниками без суда, заметьте, и следствия, что вообще грубо попирает принципы правового государства, то есть люди вообще не имеют никакого отношения. Дмитрий, там нет ни одного человека в списке, вы знаете? К этому делу. Слышишь, о чем вы говорите? Нет ни одного человека в этом списке. Ноль. Там даже нет... Тем не менее, эти списки публикуются. Нет этих списков. Вы можете легко найти их в интернете. Нет, вы обманываете. На русском языке. Там нет ни одного человека. Говорите правду. Значит, перевод акта Магницкого, который был принят в США, я так внимательнейшим образом читал, туда, по большому счету, и, соответственно, с применением санкций, ну, по въезду, там, и еще какие-то иные санкции, могут попасть произвольно, по большому счету, без суда и следствия, без какой-либо... без установления вины, любой гражданин Российской Федерации, даже если он тем или иным образом выразил свое мнение, которое не совпадает с уже фактически официальным мнением американских властей по делу Магницкого. Вот сегодня, допустим, выступали наши коллеги, и один из них, мой коллега Сергей Владимирович Иванов из фракции ЛДПР, он, в общем, абсолютно справедливо высказал такое мнение. Вот я сейчас, говорит, критикую акт Магницкого, вот, и я считаю, что те лица, которые, ну, в официальный, неофициальный ли список попали, они невиновны. Так вот, в отношении него, в соответствии с американским актом Магницкого, уже могут быть применены санкции. Могут быть ключевое слово. То есть только за... Можно мне, как человек, который знает про акт Магницкого? Только за высказывание мнения. Я просто хочу услышать единую Россию. Это к вопросу о правовом государстве. Теперь, что касается статистики. 800 тысяч – это все дети, которые, тем или иным образом, дети-сироты, вот, в том числе, которые нашли приемные семьи, у которых есть опекуны. Детей, которым, допустим, ну, требуется усыновление, которые могут быть усыновлены, то есть безнадзорные дети, дети, оставшиеся без попечения родителей, их в настоящий момент 83 тысячи человек. На всю Российскую Федерацию. Астахов говорил 120. Разночтение. Есть определенное разночтение, я согласен. Но эта цифра была озвучена. Я тоже не взял с потолка. Буквально во время обсуждения, по-моему, или закона проекта, или на правительственном часе, опять же, в Государственной Думе, была озвучена третяк Натальи Владимировны, вот, заместителем министра. Вот то, что касается детей, безнадзорных детей и так далее. Все понятно. Вот вы мне объясните, как дети оказались вот в центре этого всего? Теперь, что касается статистики. Неужели святого ничего нет? Я вот здесь с немцем-то согласен. Любой многодетный отец вот на это не может равнодушно и спокойно смотреть. За год граждане США усыновили 44 ребенка-инвалиды. Россияне взяли в свои семьи 188 детей с ограниченными возможностями. Поэтому говорить о том, что в России вообще не усыновляются дети с ограниченными возможностями, дети-инвалиды, это тоже неверно. А мы это и не говорили? США не самый крупнейший, ну, он крупный, но не единственный. Не единственная страна, которая принимает для усыновления детей. Ну, в частности, 798 человек было усыновлено в 2011 году в Италию, в Испанию 685 человек, во Францию 283 человека. Вот, в российские семьи было усыновлено по итогам 2011 года 7 416 детей. Все-таки россияне усыновляют больше, чем все иностранные граждане вместе взятые. И это неоспоримый факт. Это прекрасно. Это абсолютно точно. В том числе и детей-инвалидов, как я уже сказал. Основная суть претензии к американским властям, как я уже объяснил. Вот, кстати, таких проблем нет почему-то с европейскими странами. Абсолютно никаких проблем. То есть можно проверить ребенка, где он находится и так далее. В Америке, как известно, есть, конечно, социальное, специальное учреждение для сирот, но там система немножко другая. То есть там ребенок, если он не прижился в приемной семье, его отправляют в следующую приемную семью, потом в следующую и так далее. Он может, в общем, в принципе, по семьям кочевать, в том числе из штата в штат. И проследить его передвижение, перемещение крайне сложно. 19 случаев произошедших, действительно, не 20, 19 случаев, которые произошли трагических, это то, что известно. Вполне возможно, что это просто верхушка айсберга. Что происходило? Происходит и будет происходить с другими детьми при наличии соглашения с Америкой, которое, кстати, не позволяет контролировать детей, не позволяет к ним допускать, допустим, российских лиц, представителей российского государства. Просто не позволяет, нет такого. Они не обязаны предоставлять информацию. Еще раз говорю, это разделенная система на штаты. Вот, в каждом штате своя система. Они, в общем, по большому счету, не взаимосвязаны, а соглашение, действительно, было заключено с федеральными властями. Вот это главная причина. Нет, подождите, я хочу уточнить. Поэтому сказать, что там... Сколько погибло, 1200? Значит, еще раз. Вот по цифрам. 20 случаев, да? Мы не знаем, мы не знаем официальную статистику трагических случаев с детьми в Соединенных Штатах. По одной простой причине. Потому что вот эти 19 случаев, это то, что стало известно благодаря журналистам. А российскую статистику вы знаете? А российская статистика официальная. И она вас не удивляет? Она ужасна. Но сравнивать некорректно, потому что, я еще раз объясняю, что вот эти 19 доказанных случаев, известных по Америке, это верхушка айсберга, потому что остального мы просто не знаем. Как вы можете предполагать? Вы же юрист. Объясняю. Потому что у российских властей нет доступа к американской информации. Эта информация стала известна только благодаря американским масс-медиа. И все, и не более того. Вот и все. Борис Немцов. Понимаете, вот постоянно... Я уж не говорю об оскорблениях, которые сыпались, в том числе и в мой адрес сейчас. Да вы знаете, когда люди преступники, их иногда не оскорблять, надо осажать. Значит, теперь по поводу того, что было сказано. Значит, первое, в списке Магнитского нет ни одного человека. Чтобы в списке Магнитского появились люди, нужно, чтобы были подготовлены соответствующие документы. Кроме того, речь не идет о том, что человека обвиняют в совершении преступления. Речь идет только о том, что человека не впускают на территорию Соединенных Штатов. Позвольте, мы только что сказали, что мы покрываем преступников. Не в тюрьму сажают этого человека, а в Америку не пускают. А также арестовывают активы, которые там есть. Дальше. Для того, чтобы попасть в этот список, необходимо совершить преступление против человечности. Или человека. Для того, чтобы нарушить права человека. К ним относятся. Право на жизнь, которую вы нарушили сегодняшним голосованием. Дальше. Право на здоровье. Право на честные выборы. Право на независимое правосудие. Там все перечислено в этом законе. Критики этого закона, каковых немало у нас в Государственной Думе, особенно когда по команде они его критикуют, они никаких шансов попасть в список Магнитского не имеют. Можете критиковать дальше, не волнуйтесь. Ничего своими не сделают. Въездную визу дадут. Дадут въездную какую угодно. Слушай, нашистый Кименко ездил в Америку. Они там тухлыми яйцами посольство закидывали, ему дали многолетнюю визу. А что вы вообще говорите? Я понимаю, в чем истерика. Истерика в том, что в этот список могут попасть люди, которые являются основой режима. Следователи, которые издевались над Магнитским и довели дело до его убийства. Судьи, которые не могли принять решение, чтобы оказать ему медицинскую помощь. Врачи, которые не оказывали им эту самую медицинскую помощь. Негодяи, которые фальсифицируют выборы с утра до вечера. Да, вот понятно, какие люди могут туда попасть. Дальше. Инициаторы этого же людоедского закона могут туда попасть. Они могут попасть, потому что они грубейшим образом нарушают наши обязательства. Теперь я хочу задать... Перед кем? Теперь международное обязательство. Европейскую конвенцию по правам человека нарушаете. Конституцию нарушаете. Это может быть доказано только в суде, согласитесь. Вот только в суде. Вот Панюшкин, Валера, мой друг и очень хороший человек, который занимается проблемами усыновления, опубликовал список девяти детей, которые сейчас должны были по суду получить усыновление в США. Из этих девяти детей, он прям их фамилию опубликовал. Двое больны с ПИДом, внимание. С ПИДом их никто не усыновляет в России. Дальше. Детский церебральный паралич. Трое больны. Да? Вот. И еще там какая-то была болезнь, я не помню. Ну, какая-то очень тяжелая. Они все будут усыновлены. Все. Потому что соглашение действует еще год. И еще трое, и еще трое страдают синдромом Дауна. Вот таких детей конкретно, да? Вот эти, с позволения сказать, депутаты, сейчас перекрыли им дорогу. Нет, не перекрыли. Они думают, они думают, они думают, действительно, соглашение еще будет год действовать. Так написано в соглашении. Только наши суды, как известно, самые гуманные и справедливые, после того, как проголосовали эти самые депутаты, и Путин сладострасно подпишет этот закон, какие решения будут об усыновлении принимать? Вот только что нам рассказали историю о том, как людям приходится в судах унижаться, чтобы получить право на усыновление. Как вы думаете, как сейчас все эти судьи будут себя вести? Боровковы там и так далее. Как они себя вести будут? Конечно, они ничего этого делать не будут. Но самое главное, я еще могу сказать, они могли принять нормальный закон человеческий, не позорить Россию, не издеваться над теми. А вы считаете, а позорили Россию? Конечно! Все это, понимаете, это катастрофа, это за гранью добра и зла. Вот смотрите, Басаев в свое время захватил Буденск. Помните? Вот у меня какая с ними ассоциация, с этими господами? Захватил Буденск, захватил этот роддом, больницу, и женщин беременных вперед с простынями, и стрелял из-за женщин, а также детей. Вот они то же самое делают. Они делают ровно то же самое. Понимаете? Это просто всем никуда не годится. Ну, это очень жестко. Я мне... Ну, мне на самом деле непонятно, при чем здесь акт Магнитского, при чем здесь какие-то... То, что не пускают наших представителей в штаты, там, в суды. При чем здесь дети? Разбирайтесь на государственном уровне. У вас есть для этого все рычаги, все международные организации, там, какие-то конвенции, документы. Вы можете общаться друг с другом. Дети тут при чем? Почему самых бесправных наших граждан, не спрося их, за них вообще все решили. Я не понимаю, почему это нельзя решить на каком-то, ну, государственном уровне. А еще у меня вопрос депутату Вяткину. А почему вы не ответили на вопрос, что вы будете делать, чтобы помочь детям? Вы же ни слова не сказали. Вы нам цифры какие-то приводите, буквы там и так далее. 30 секунд вам не хватит, да? Статистику возвратов. Я дал возможность вам высказать. Нет, вот расскажите-ка, как вы будете помогать детям-сиротам конкретно. Внимание, теперь. Сегодня Госдума приняла заявление. Очень серьезное заявление. Первое. Нет, а его содержание узнаем после краткого выпуска новостей. Единственная просьба, Дмитрий, сейчас после новостей очень лаконично. Я запущу после новостей смс-голосование, и у нас будет еще интерактивная часть эфира. 19.48, у нас совсем немного времени остается до завершения реального времени. Напомню, здесь Дмитрий Вяткин, Борис Немцов и Ольга Шипша. Эта часть проводим в интерактивном режиме. Звоните на 65 10 99 6, код Москвы 495. Пишите на финам.фм, там же и прямая веб-трансляция. Я запускаю смс-голосование. Вы одобряете решение Госдумы, так называемый закон Димы Яковлева? Если да, то на короткий номер 5533, пожалуйста, отправьте смс-сообщение с буквой А. Вы одобряете сегодняшнее решение Госдумы, так называемый закон Димы Яковлева. 5533 смс-сообщение с буквой А. Нет. Ну и дальше, правда, в вашей жизни. 5533 смс-сообщение с буквой Б. Вы не одобряете решение Госдумы и конкретно так называемый закон Димы Яковлева. 5533 смс-сообщение с буквой Б. Голосование запущено. Звонков пару-тройку успеем принять, а вот проголосовать сможет большинство. Дмитрий, лаконично. По поводу Ольги. Заявление достаточно лаконичное, но вполне содержательно. Первое. Значит, сейчас уже разработана концепция федеральной целевой программы, а это, напомню, не просто там декларация, а федеральная целевая программа «Россия без сирот». Она предполагает, что должны быть выделены средства из бюджета федерального на целый комплекс мер, которые бы стимулировали усыновление именно внутри Российской Федерации рас, которые бы поощряли и установили систему контроля, в том числе общественного контроля за учреждениями, в которых содержатся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Это два. И плюс ко всему предуспатривали бы меры социальной поддержки для тех семей, которые усыновляют, удочеряют детей, в том числе детей с ограниченными возможностями. Это три. Второе. Есть прямое... Ну, мы не можем дать прямое, так сказать, поручение или распоряжение органам государственной власти в субъектах Российской Федерации, потому что очень много полномочий по части, значит, в области опеки и попечительства находятся на субъектовом уровне, чтобы они принимали, активнее принимали свои региональные программы. Я знаю, что во многих субъектах это уже делается. И, кстати, я могу сказать, что в Московской области в свое время, в свое время количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые... Их там было, по-моему, 20 с чем-то тысяч. Так вот, это количество было сокращено почти в 10 раз. Вот. В свое время действовала программа для того, чтобы субъекты Российской Федерации точно так же предусмотрели в своих бюджетах средства на эти региональные целевые программы. Это не пустая декларация. Дело в том, что с правительством мы работаем достаточно активно и правительство реагирует так или иначе. В данном случае это воля всей Государственной Думы, не только нашей фракции. Почему вы только сейчас озаботились этим вопросом? Объясните мне, пожалуйста. Мы не сейчас озаботились этим вопросом. Ну как все сейчас? Дима Яковлевна не стал в 2008-м. Сейчас вы его имя реинтарнировали. Сейчас непростое для нас решение о запрете усыновления именно в США. Кстати, запрет на усыновление в другие страны нет, я хочу сказать, с которыми нет проблем по взаимодействию. У меня вопрос. Когда будет принят закон Магнитского в Европе, будет запрет? Значит, тогда и поговорим. А, поговорим. Потому что это будет мера приниматься от денег. То есть опять торговать детьми будете? Понятно. Пока торгуют детьми, только те, кто берет деньги от американцев и продает туда наших российских детей. Вот там действительно рынок колоссальный. За наличные доллары. Я так понимаю, в нем активно участвуют российские чиновники от исполнительной власти. Это ваши слова. Я вам хочу сказать, я вам хочу сказать, что у нас же был уже опыт, когда некоторые регионы запрещали усыновление детей в Америку. В частности, это Кемеровская область. Я могу такой... Потому что вот тогда это было актуально, когда погибли наши дети и не было совершенно никакой информации, что там происходит. А вот вы в Госдоме чувствуете вообще негатив, который идет со стороны российского общества, вот по вашему решению? Со стороны определенной части российского общества. Потому что если мы говорим... А это определенная часть, это кто? Обозначи мне, пожалуйста. Это самые разные люди. Это самые различные люди. То есть это не большинство, да? Понимаете, нельзя российское общество разделить вот эти хорошие, потому что они против запрета на усыновление детей. А вот это плохие, только потому что они поддерживают решение Госдумы. И, кстати, я вам хочу сказать, что тех людей, которые поддерживают запрет на усыновление, большинство... Это данные чьи? Это данные самых различных опросов, в том числе интернет-опросов. По-моему... В интернете? В интернете 95% вообще заходили... 95%. Подождите. Последние соцопросы 40 за, 40 против. А в интернете 95%. Где ваше большинство? А на которое, кстати, господин президент тоже ссылается. Вот, по-моему, кто проводил? По-моему, Рамир. Или... Рамир, новая газета... Новая газета подписи собирала. Ольга, ну явно не большинство. 40 за, 40 против. Борис Немцов. Вот смотрите. Во-первых, все это демагогия, все эти заявления Государственной Думы, они бюджет принимают. Бюджет людоедский. Там сокращаются на все цели образования и здравоохранения расходы. На сотни... Сокращается. На сотни миллиардов рублей. На сотни миллиардов рублей. Нет, конечно. Читайте внимательно документы, за которые вы голосуете. Дальше. У меня есть предложение ко всем депутатам. Их 420, которые проголосовали за этот аморальный, людоедский, подлый закон. Усыновляйте детей. Лично. Вы знаете, очень многие депутаты Госдумы уже усыновили детей. И не по тому. Вы, господин Вяткин, у вас сколько детей? У меня трое детей. Усыновляйте. Усыновляйте. Вы проголосовали, усыновляйте. Нечего... Тут всякие заявления писать, они никому не интересны. Давайте усыновляйте. Я не буду называть фамилии тех депутатов из разных фракций, которых я знаю, потому что это все-таки вопрос этики, у которых есть усыновленные дети, которых воспитывают. Нет, вот вы проголосовали сегодня, усыновляйте. В том числе, которые проголосовали за этот вопрос. Причем с болезнью Дауна, со спидом, с серебральным параличем, с умственно отсталых детей. Усыновляйте. Раз вы так проголосовали, вы же так заботитесь о детях. Давайте покажите программу. Давайте сейчас мы послушаем радиослушателей. У меня телефон вообще, я его вижу, что он раскаляется, несмотря на то, что он серый, он становится красным. Но я просто хочу обратить внимание слушателей на СМС-голосование. Если вы одобряете сегодняшнее решение Госдумы, а нам говорят, что по неким данным большинство за, то, пожалуйста, отправьте со своего мобильного телефона короткое СМС-сообщение на 5533 с единственной буквой А. Вы одобряете закон Димы Яковлева. 5533 СМС-сообщение с буквой А. Вы против 5533 СМС-сообщение с буквой Б. Вы против 5533 СМС-сообщение с буквой Б. 651099,6 и финам.фм, соответственно, наши средства коммуникации. Вы эфирик. Как вас зовут? Добрый вечер. Единственная просьба быть лаконичным. Здравствуйте. Это Сидим Бордоула. Я очень коротко. У меня вопрос к господину Вяткину. И, если возможно, маленькое пожелание. Вопрос следующего плана. Господин Вяткин, почему у вас, не у вас лично, а у вашей фракции в 21 веке сегодня такой глухой, когда весь мир инстинкнул друг в друга, такой глухой, дремучий, антиамериканизм. Чем это связано? И второе, это пожелание. Я бы хотел, господин Вяткин, пожелать вам и всем коллегам, которые проголосовали за этот закон, благополучного и быстрейшего попадания в список Магнитского, и чтобы ваши все транзакции в долларах эквиваленте по всему миру быстрее были остановлены. Я вас разочарую, у меня их нет. Вот люди звонят из Барнаула. Мит, я просто обращаю внимание, станция, которая вещает только в Москве и Московской области. Да возмущение в обществе. Вы услышите хоть раз общество, государственная дума. Есть возмущение в обществе, в том числе и с обратной стороны, и мы его тоже слышим. Кто возмущается конкретно? А где сторонники ваши, которые вас защищали? Да, действительно. Сегодня ваш Исаев заходил в Думу под улюлюканье. Этот, отъевшийся вот с такой толстомордой собственностью в Германии. Я это не комментирую. Люди звонят, тратят свои деньги. Сегодня всю Думу обложили, пикетчики, и ни одного вашего сторонника не было. Даже наши вас не поддерживают. Вы можете не слышать. Ни меня, ни гостей. Полиция вас не поддерживает. Сегодня вообще никого не задерживали полицейские. Добрый вечер. Ни одного человека. Алло, как вас зовут? Добрый вечер. Роман, Москва. Я за закон, который был принят. Другое дело, что принимать его нужно было лет 15-20 назад. Другое дело, что ситуация в стране должна быть более нормальной. Закон в том виде, который он принят сейчас, Единой России, всеми фракциями. Это людоидская, совершенно нервская вещь. Вот и все. Спасибо, спасибо. У нас 57 минут. Кстати, последовательная позиция. Давайте сами усыновим наших детей. И все. Я согласен тогда. Только сначала усыновите. 700 тысяч. Нет, Борис, у меня единственная тоже просьба. Давайте детей не впутывать в политические разборки. Я с этим согласен. 700 тысяч откуда? Кстати, хотите, я еще одну вещь скажу? На что, допустим, направлены в том числе и некоторые идеи, которые активно лоббируются у нас здесь в России, по части касающиеся, ну, условно говоря, там, отобрания детей из неблагополучных семей. В том числе для того, чтобы в дальнейшем продавать их на Запад. Вот и все. А кто это делает? К копейке, к социуму. Я не буду сейчас называть, но это явно люди из власти. Есть определенные лоббистские, так сказать, группы. Что вы делаете для профилактики социального мероприятия? Мы не принимаем эти законы. А что Астахов делает, который поддержит этот закон? Вот, кстати, да, большой вопрос. Он получает заплату. Памышный по делам ребенка. Какой закон? Нет, вы говорите о том, что целая торговля. Где Астахов? Где генеральная прокуратура? Где те институты? Где профилактика социального сиротства? Извините. Почему Дима Яковлев возник сейчас? Извините меня. А можно вам еще вопрос детский? Вы не пустили вот в эту резервацию, в которую он приехал в Америку? Да я о российских проблемах говорю. В Америке он приехал? Да при чем здесь Америка? Мы сейчас про запрет усыновления в Америку уже говорим. Астахова вижу только на телевизоре по поводу США. Смотрите, как вы перескочили. Нет, смотрите, как вы перескочили. Мы говорим про усыновление в Америке и то, что мы там детей теряем. Поверьте. Дмитрий, я понимаю, что бессмысленно, но все-таки я вам задам для вас простой вопрос. А почему министр иностранных дел, который полностью выполняет, казалось бы, указание волю главы государства? Президент. Почему он, человек фамилии Лавров, лояльный и так далее, открыто и жестко выступил против? Почему министр образования выступил против? Почему вице-премьер по социальным вопросам Голодец выступил против? Объясните, почему? Я отвечаю за позицию комитета. Потому что вам, Халлоуи, сказали голосовать по их голосованию. Вот и вся история. Но это вы не смоете с себя до смерти. Это я вам гарантирую. У вас нет аргументов, поэтому отсюда такая броня идет. Нет аргументов? Убийственные для вас аргументы? В 60 раз больше свежей русских семей. Иначе вы не ругались. Депутаты Государственной Думы и полномоченные Астахов займутся вот эти 1200 погибших детей в России. Мне неинтересно, Америка. Мне интересно, почему вы не занимаетесь этим. Да не занимаетесь вы. Астахов точно так же занимаетесь. Не занимаетесь. Просто вы не хотите этого видеть. 3,9 поддерживает этот закон из слушателей Финам ФМ. 96,1 против. 1370 проголосовавших против.